Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя, я вас очень рада здесь видеть. И сегодня я хочу показать вам весь мой вышитый Милл Хилл. Здесь будет только вышитый, оформленный и неоформленный. Есть несколько наборов, которые находятся в процессах, но мне кажется интереснее смотреть всегда на готовый результат. Хочется сказать, что я уже снимала похожее видео два года назад, но мне кажется интересно посмотреть, как за два года у меня изменился вкус вышивки. Раньше преимущественно я вышивала осенний дизайн, сейчас это больше какие-то такие мимимишные сюжеты, какие-то садовые, цветочные. И если вам интересна данная тематика, если вам интересно посмотреть на вышитый Милл Хилл, то оставайтесь, надеюсь, мы вместе хорошо проведем с вами время. Первый набор, который я вообще когда-либо вышивала от Милл Хилл, был такой вот котик, прикольный кот. Вот когда-то я покупала наборы и схемы, точнее даже был большой лот, и там попался вот такой вот котик и еще несколько цветочков и клубника, по-моему, от Милл Хилл. И я не знала даже, что можно вообще заменять это все дело на лен. Я взяла бумагу и начала вышивать непонятно как, и вот что у меня получилось. Немножко хвост приходит в негодность у кота. Как видите, бумага мнется, и, конечно, целесообразнее было бы вышивать его на льне, заново перешить, но остатки я, по-моему, подарила, и мне надо будет найти эту схему, распустить кота и заново перешить. В принципе, здесь работаю на один вечер, ну, либо купить фетр и укрепить задник кота и сделать подвес из черных бисеринок. Было бы, мне кажется, классно. Мне нравятся Милл Хилл и на бумаге, и на льне. Это вечный вопрос, никогда не могу решить, на чем вышивать, но на льне выглядит иногда поинтереснее, плюс еще долговечнее. Этот котик, кстати, представлен в книге Милл Хилл. Я как-то делала о ней обзор года три, наверное, назад. Вот она потом была очень популярной, и когда я делала о ней обзор, она стоила 5 долларов, а потом она взлетела до 20, до 60, я даже видела. Ну, в общем, да, цены так себе. В общем, у этого котика есть компаньоны. Я бы хотела вышить все, конечно же. Я обожаю Милл Хилл и ничего не могу с собой подделать. Это нравится мне. Дальше из таких небольших работ у меня вышит еще один бочонок. Ну, не еще один, в смысле котику. Вторая работа. Мне очень нравится эта серия. Мне раньше казалось, что это самая лучшая серия. Там, по-моему, есть бочонок меда вот этот, потом джем малиновый. Я очень его хотела. Абрикосовое варенье, яблочный сидр и что-то еще. Здесь я долго думала вышивать на льне, либо на бумаге. Сейчас я понимаю, что лучше вышить на льне и оформить это в небольшую подушку. Я как-то думала даже перешить, но все никак. В общем, руки не доходят. Наверное, я просто куплю фетр и оформлю, и будет у меня такой вот подвес. Потому что он очень красивый, классный. И вот здесь вот такой имбелошмент трежерс, пчелка. Бисер красивенный. Такой прям насыщенный, яркий. Я помню, как я вышивала и просто тащилась от этого дизайна. По-другому я даже сказать не могу. Улии и овечки очень популярные. Пчелки и овечки очень популярные вышивальщицы. Дальше покажу вам такую коробочку, которую я вышила в том году. И я обожаю коробки. Недавно я нашла женщину, которая продает очень много коробок от Милхилл. Они все старые, раритетные, на многих даже нет схем. Я у нее купила, но потом она вернула мне деньги и пропала. В общем, странная женщина. Надеюсь, мне как-то удастся все-таки у нее выкупить старые наборчики носа. Я бы купила там все. У нее больше ста наборов. Мне тоже немало, но я бы купила все. Я не могу покупать по дому, по два. Если есть все, мне надо забрать все, к сожалению. Это, кстати, не только вышивки, но я такой человек-хапуга, подружка говорит. Она про себя говорит, но я понимаю, что я тоже человек-хапуга. Так, здесь у нас, видите, такой вот интересный котик с тремя птичками. Я вообще эту коробку не выбирала. То есть она сама меня нашла. Я пришла в магазин, и там лежали два набора с Милхилл. Точнее, два набора Милхилл с котиками. И я ее взяла. Если бы у меня был выбор выбрать какую-нибудь коробку, однозначно я бы не выбрала вот эту. Потому что она довольно-таки простая, как мне кажется. Из всех коробок это менее красивая. Ну, хотя она тоже прикольная. Но я люблю очень сильно котиков, поэтому я эту коробку вышила. Очень быстро вышла ее за вечер. Единственное, что я здесь цвета перепутала и несколько раз перешивала ее. Вот здесь классная птичка, которая так красиво переливается. Трежерс. Вот здесь я храню некоторые пуговицы и трежерс от Милхилл. У меня их очень много, поэтому сюда они точно все не поместятся. Надо когда огромную коробищу, где бы это все можно было хранить. Вот здесь такой прикольный ангелочек. Он очень красивый. Очень-очень. Я его взяла для набора Милхилл, для сэмплера с ангелочком. Хотя я знаю, что также этот ангел используется в елке. Такой с подарками, где много трежерсов. Не помню, а какой точно производитель. Мне ее как-то вышивали очень многие. Вот два назад. Кстати, у меня есть идея. Я же таких очень много коробок. И продаются они спокойно. Можно купить. Я хочу купить квадратную коробку и наклеить туда вышивку Милхилл. Просто такой квадратный сюжет. То есть стандартный. И у меня будет и маленькая коробка, и большая. В общем, вот я планирую этим заняться. Дальше покажу вам подушку. Подушку я вышивала в том году. Решила сделать подушку, не знаю почему. Мне нравится этот дизайн. Он классный. По-моему, вышивала я его по остаткам. И просто докупала здесь бисер. Тут немножко надо было докупить. И пуговицу. Если честно, я не помню, какая пуговица сюда идет. Большая либо маленькая. Но я сюда пришла маленькую. Мне кажется, что она должна быть побольше. Но я уверена. Ну, обычно такие котики. Тележки. Бисер переливается. Это у нас 30-й каунт. По-моему, это белорусская Аида. Мне кажется, идеально для подушек Милхилл. Задник у меня вот такой. Я все сшиваю сама. Руками нет машинки. И, как мне кажется, получается не очень плохо. Довольно-таки симпатично. Стараюсь как могу. Лучше. Задник вообще это просто обалденный. Моя любовь. Такие красивые оттенки. Обожаю фиолетовый цвет. И такие почки. Хотя пугов до безумия боюсь. Вообще, я решила сделать еще много подушек Милхилл. Соседней тематикой я сделаю. И я для этого купила вот такую вот ткань. Также я купила вот такую ткань. Еще одну. Но я не знаю, куда пока ее применить. Вот эта ткань мне кажется интереснее. Потому что здесь она с блестяшками, с такими блесточками. Здесь у нас и ведьма, и котик, и летучие мышки, и сова. Филин это. Тыква. Дом такой страшный. В общем, такая прикольная тканюшка. Но я пока не выбрала дизайна. Какие буду. Из которых буду делать подушки. Вот. Еще у меня есть такая ткань. Я сюда буду оформлять зимние сюжеты. Короче, я планирую сделать очень много подушек. Но главное нашить сначала. Одно дело планировать, другое все это дело вышить. Теперь покажу работу в рамках. Вот это моя недавняя работа. Очень красивый дизайн. Это был подарок от моей подружки. Очень красивая работа. Я люблю кемпинг. Вот все, что здесь есть, я все люблю. Поэтому с радостью сразу же вышла. Но я хочу сказать, что это была самая сложная работа от Мелхил, которую я вообще когда-либо вышивала. Во-первых, это темная-темная Аида. Я вышивала преимущественно вечером. Во-вторых, я постоянно здесь путалась. Все-таки такие сэмплерные сюжеты у Мелхила для меня довольно-таки нелегки, скажем так. Но бисер здесь очень красивый. Люблю показывать так боком, потому что можно посмотреть, как переливаются бисеринки. Вот это первая работа оформленная. У меня вообще всего только три рамки. Я хочу больше, я люблю рамки. Не могу сказать, что я человек рамка, но мне кажется, что это оформление очень даже ничего. Дальше. Вот такая работа. Это, мне кажется, мой самый любимый осенний Мелхил. Я его просто обожаю. По-другому даже сказать не могу. Оформлен он в такую чудесную рамку. Вообще просто супер. Это тоже рамка от Мелхил. Все рамки оформлены вот таким вот образом сзади. Как видите, у них рисунок иногда оставляет желать лучшего, но мне это очень нравится. Есть еще такая, по-моему, яблочная рамка. Я тоже ее хочу. Обязательно я себе потом прикуплю. Здесь у меня не дошиты две пуговицы. Сюда пришивается. Вот сюда пуговица большая, тыковка. И вот сюда. Но я решила, что без них мне нравится больше. В общем, потрясающее привидение. Здесь я уменьшала нитки. То есть оно вышивается в 6 сложений. Я делала 4. Мне кажется, получилось ничуть не хуже. Посмотрите, какая красота. И вообще я балдею просто от этого дизайна. Очень красивое цитовое сочетание. Но как можно не любить старые мюхи? Для меня это самые красивые сюжеты. Я люблю новые тоже, но они мне не приносят только радости и удовольствия, как старые дизайны. Посмотрите, какая классная тыква. Эта тыква мне еще напоминает ананас. Ушивалась очень интересно. Здесь, в принципе, я согласна, можно пришить тыкву. Ну, у меня эти пуговицы есть, поэтому это не составит труда их порешить, если мне приспичит. Ну, супер, супер. Вот этот бисер, я знаю, у некоторых людей обдирается. Сейчас покажу, какой. Вот этот. Ну, у меня нет, у меня все хорошо. Вот такой красавчик у меня вышелся. Ну, просто обалденный. Обожаю, когда вот есть такая техника. Да, такой продолговатый крест и бисер. Супер, обожаю вообще. Не могу просто. Люблю, не могу. Так, поставим мы это все дело сюда. Дальше. Еще одна рамка. Это вот такие вот белые тыквы. Это был мой второй сюжет, который я вышивала. То есть первый был котик, а второй я сразу вышла от эти тыквы. И о, как они мне понравились. Я тогда поняла, что такое милый хилый, что я хочу вышивать его много. И я начала скупать наборы. Я их, не могу сказать, что их коллекционирую, но их у меня очень много. И я люблю вышивать по сериям. То есть мне нравится собирать определенные. Их в серии идет шесть наборов. Мне нравится вышивать и собирать серии. В этом есть какой-то такой, не знаю, интерес для меня. Хотя я не вышиваю прям все подряд. Но хочется иметь у себя в коллекции. Я всегда думаю, если что, то продам. Я довольно-таки часто нахожу очень дешево наборы. Но то я не успеваю их покупать, то потом, когда уже опомнюсь, их уже нет. Ну, то есть да, не успеваю покупать. И у меня довольно-таки часто меняются сейчас вкусы. То меня бросает от одного, то к другому. Поэтому я покупаю далеко не все. Но какие же красивые здесь бисеринки. Я сейчас говорю, я не могу оторвать взгляд. Показываю вам так вот помедленнее, чтобы вы могли разглядеть всю эту красоту. Кстати, эта рамка, мне кажется, она сюда не очень подходит. Сюда больше подходит вот эта вот синяя. Когда она оформлена в свою рамку, мне нравится больше. Но пусть пока постоит в зеленой. Вот есть еще зеленая рамка. Там уже не тыквы, а здесь нарисованы, по-моему, урок изобилия. Ой, как мне это нравится, тоже ее хочу. Вообще, у меня это все произведение искусства. Даже вот эта каляка-маляка. В принципе, можно все нарисовать самой, но мне нравится иметь рамки от Милхим. Хотя, если честно, за их цену я вам их не советую. Это просто дерево. Здесь нет никаких дырочек, ничего такого. Все надо делать самой, ни подвесом, ничего. То есть, как бы, за их цену это дорого, я считаю. Но что делать, если хочется. Дальше покажу свой недавний процесс. Это генриетта, мишка, такая классная. Вышивала я ее по набору. Я, по-моему, всего один Милхилл вышла подбором. Я вам покажу позже. Протом, что он еще продается в наличии. Но просто мне так стукнуло, и я решила вышить его подбором. Красивая пчелка. Обожаю эти старые пуговицы. Вот такая красавица. Она у меня еще не оформлена лежит в пальцах, потому что я ее вышивала так с пальцами и не сняла. Вот такая вот прелестница. Ну, хорошенькая же, правда? Очень красивая. Дальше покажу вам домик. Тоже у меня еще не оформлен. Вот такой вот красивенный дом. Вот это, мне кажется, самая красивая работа у Милхилл. На мой лично субъективный вкус и взгляд, потому что здесь много разных интересных элементов. Также здесь есть ленты. Ну, и домик. Обожаю домики. И вот этот английский такой коттедж для меня просто вообще. One love. Это у меня, знаете, одинаковая основа здесь, но она покрашена чаем, поэтому где-то может быть и мне, где-то светлее. Красивый дом. Здесь я уменьшала тоже сложение нити. Вышивала в 4, когда нужно было в 6. Ну, люблю вышивать в 4, ничего не могу поделать. Хотя, наверное, в 6 выглядело бы получше. Вот. Вот такая вот красота. Все блестит, переливается. Здесь у меня случился казус. Я потеряла вот эту вот ленту. Нет, сиреневую. И просто взяла из того, что у меня было, и сделала фальтовские узелки. Я так, наверное, это омаливаю. Вот. Очень красивый дизайн. Их 6. В наборе идет, кстати, в книжке представлено только 4 дизайна. Вообще их 6. Вот один из 6 дизайнов я недавно пустила на ebay. По обычной цене за 20 долларов. Не знаю вообще, как так получилось. Но пока я думала, рассуждала, его, конечно же, забрали. Ну, ничего страшного. Я обожаю искать раритеты. Это вообще второе, наверное, мое увлечение. Третье – это YouTube. Первое – это вышивка. Второе – искать раритеты. Третье – это YouTube. В общем, видите, у меня одно хобби – иметь три подразделения. В общем, я найду все дизайны. Не хочу вышивать их подбором. По книге можно вышить и купить режерсы. Но я хочу вышить по наборам. А я знаю, что я обязательно это найду. Дальше покажу вам еще один дизайн, который я вышивала одним, наверное, из первых. И это единственный дизайн из большой такой серии. Называется Grow Way Garden. Очень красивый набор. Но он у меня на ладом дышит. Он такой еле-еле. Видите, я его брала с собой в разные поездки по разным странам. Я вообще не знаю, почему я не заменила здесь бумагу хотя бы на аиду. Почему мне это в голову не пришло, не понимаю. Набор невероятно красивый. Такие здесь цвета. Но он был очень сложный. Здесь такая мешанина. Я бы ни за что не вышивала бы его еще раз. Смотрите, что произошло с бумагой. И я до сих пор не приклеила ни фетр, ничего. Я думаю, я просто возьму картон и не пришью, а приклею все это к картону. Потому что заново перешивать этот дизайн я точно не хочу. Можно купить большую рамку от мелшего, поставить его в рамку. Но опять же, он со временем как-то применется. Я думаю, я это делать не буду. Ну, либо просто можно купить рамку, взять задник и на задник приклеить вот этот сюжет. И пожизненно он будет связан с рамкой. Может, я, скорее всего, так и сделала, потому что дизайн потрясающий. Это такой вот для меня какой-то сад мистический, фантазийный, прикольный. Такие грибы непонятные, цветочки. В общем, красивенная работа, но даже боюсь ее трогать. Она у меня лежит отдельно от всех дизайнов. Потому что я люблю брать наборы и перебирать, рассматривать бисер, смотреть крестики. Здесь вот только можно будет все увидеть. Ну, красивые цвета. Из этой серии мне еще много чего нравится, но дизайн, которым хочу больше всего, это Love by Moon. Ой, он такой красивый, но он вышивается на примене. На, по-моему, рейсбери такой цвет. Ну, темные малины. Вот его еще хочу купить. У меня, кстати, нет. Дальше у меня есть вот такая вот классная, классная, моя любимая шкатулка, которая еще до сих пор у меня не оформлена, но я уже давно. Но она не оформлена. И здесь я храню вышитые мюнхилы. Конечно, это вообще, наверное, не рационально, потому что надо сделать, ну, красиво, чтобы было. Но у меня это такой ровный вариант, скажем так. Нет, у меня есть крышка, но здесь нет еще таких... Как правильно сказать, закрепители, чтобы вставлять туда вышивку. Вообще, я хотела этот дизайн сделать под наборчик Шепердс Буш, либо под Джастни, у меня там есть парочку. В общем, я так и сделаю, но пока что вот у меня все стоит таким образом. И давайте отсюда я буду доставать свои наборы и показывать вам по очереди все, что я вышила. Итак, первый набор, который я вышла, это вот такой вот зайчик. Хипити-хопити. Рассиленный. С рейтузами. Как я говорю, потому что напоминаю детские колготки 90-х годов. Ну, правда. И косички, которые еще коленки, знаете, спущенные были у детей. Ну, и меня тоже. В общем, напоминает рейтуз. Зайчик прекрасный, одна из самых красивых весенних работ, на мой взгляд. Шикарная проработка, не скучно вышивалась, интересно. И, ну, супер, просто супер, сказать больше нечего. Зайчонок просто обалденный. Правда, его одеяние напоминает мне чуть-чуть обои. Дальше. Набор, который я вышел подбором. Непонятно, почему вообще. Сейчас мне даже никаких инсайтов в голову не приходит. Наверное, потому что у меня вот такая пуговица. У меня еще, кстати, две такие пуговицы. Я решила, что раз у меня есть пуговица, вышикаю я его подбором. И почему я вышивала его на бумаге, тоже непонятно. Можно было взять что-то другое. Вот. Что сказать? Маяк. Красивый маяк. Очень здоровский. У меня пока только один маяк от Милхил. Я знаю, есть еще. Я хочу еще, куплю еще. В принципе, их нет проблем покупать, потому что они еще не сняты с производством. Вот. Мне кажется, здесь очень красиво подойдет белая рамка. Вообще будет выгодно, ярко смотреться этот дизайн. Красивый. Небо шикарное. Просто шикарное. Так, кстати, от рамок Милхил, особенно вот от этой, иногда вот какая-то такая струха падает. Так. Ну, она мне все равно очень-то нравится. Дальше покажу вам петушка. Вот такой вот петушок. Бернард. Обожаю вот эти красные старые сараи, переводится, да? Очень классно выглядит. Трактор такой. Очень красивые цветочки. Я помню, как я впервые вышивала вот этим бисером. Это была, наверное, первая работа, где я пришивала вот этот цвет. И мне он так понравился. Посмотрите. Он такой синий, а внутри фиолетовый. Я думаю, вау, как красиво. Курочки такие хорошенькие. Вообще, я когда смотрю вот этот Милхил, для меня это как фотография. Это альбом, да? Фотографии я листаю, вспоминаю, что я там делала в это время. Вот, кстати, некоторая бумага, она мягкая, она уже такая хлюпенькая, а некоторая поплотнее. Ну, это новенькая, понятно, а вот это плотная. Но весь милхил, который я вышиваю, конечно, лучше всего оформлять сразу, чтобы концы не гнулись, и бумага была в приличном состоянии. Можно было бы тоже его на линии вышить. Я не знаю, почему я вышиваю на бумаге. Некоторые дизайны мне нравятся больше на бумаге, некоторые на льне. Кстати, вот старые, наверное, на бумаге, новые на льне. Дальше покажу вам новогодний дизайн, который я очень часто оформляю в рамку. Это вот такой вот Санта, известный набор. Мне его подарила подписчица и девушка. У нее, кстати, есть канал, зовут ее Анжелика. Я оставлю ссылку. Прекрасный канал. Она очень редко снимает. Жалко, там такие работы интересные. Она живет в Англии, показывает много чего классненького. Вот такой вот дедуля. Здесь я впервые вышивала вот этот классный шов. Я помню, тогда даже не разбиралась, как это делается. Прикольные французские узелки. И с шапкой выглядываю. Также и вот отсюда. Ну, классный, классный дизайн вообще. Здесь я напутала, как видите, немножко бисер. А он другой цвет пришила. Вот здесь парочка бисеринок. Потому что я в ночи вышивала. Я не разбирела. Но я думаю, пусть так и будет. Ничего менять не хочу. Здесь классный джинджербрэд. Мэн прикольный такой. Здесь, кстати, у него специальный шарфик так болтался. Ну, вот, как-то скатилось некрасиво. И вот такая конфетка. Эперминт. Здесь, смотрите, сколько всего. Подарочки классные. Вообще классный, классный дизайн. Французские узелки. Ну, это вот был первый дизайн, где я пробовала делать французские узелки. И вот разные вот такие вот штуки, брюки. И что я вам хочу сказать? Советую начинать с дизайнов. Такие вот есть штуки, которые... Дизайн, который вам не особо нравится. Потому что все последующие дизайны выглядят, конечно, намного аккуратнее и лучше. Дальше покажу еще один зимний товарищ. Это... Я даже не помню, как называется. Халды и Гудис, по-моему. Немножко все примялось, потому что у меня лежит стопка. Видите, все друг на друге. Ой-ой-ой. Ну, да ладно, потом расправлю. Ну, вот, да. Здесь у нас молоко готовится, пирожки, яйца, рука, скатка. Мне так интересно, просто когда прижалось, все как-то выглядит не особо аккуратно. Ну, ладно. Ёлка прикольная, мне очень нравится. Красивый такой дизайн. Видите, какие красивые цвета, конфетки. Скатерть. Супер, супер. В паре они вообще выглядят обалденно. И у меня есть еще дизайн, где есть вот такие вот Ginger Braid Men. Наверное, в следующем году выщем, потому что каждый год я их вышиваю. Вот. Вот такие красавчики у меня есть. Дальше. Наверное, самый сложный дизайн для всех вышивальщиц, кто любит милхилы, это вот такие вот четыре уля. У меня к нему есть пара четыре бабочки. Буду вышивать их обязательно, только не знаю, когда. Буду вышивать их тоже на бумаге, хотя хотелось бы уже на льне, но как-то странно будет, если один набор будет вышед на бумаге, а второй на льне. Вот. Здесь все красиво, как обычно я вышиваю в четыре сложения, а не в шесть. Мне так нравится больше. Видите, какие красивые тоже цвета. Обожаю голубые цвета, вышивки сиреневые такие. Бисер здесь просто бесподобный. И вот такой интересный шов идет. Здесь так вообще. Смотрите. Столько видео посмотрела, столько фотографий, чтобы понять. Оказалось, все элементарно просто. Нужно просто было внимательные схемы читать. Пчелки. Такой довольно-таки энерго... затратный дизайн, но он очень красивый. Очень. Он такой прям стильный. Мне кажется, из него можно сделать красивую обложку. Как раз не обложку, а... Как это называется? Сюда она бы очень подошла бы, да? На крышку. Шкатулки. Классный дизайн. Вообще очень красивый. Не могу. Дальше пойдет два голубых листа. Это вот такая вот тележка. Вышивала ее в том году. Красивая. Обожаю цвет этой бумаги. Не могу, не могу. Отказать себе в удовольствии вышивать на ней. В общем, если в дальнейшем я буду вышивать все на льне, то обязательно хочу вышивать на желтой и на голубой бумаге. Мне это доставляет огромное удовольствие, потому что невероятно красивый, нежный цвет. Здесь мне вообще не нравятся цветочек, которые я пришила. Притом он еще пришивается на бисер. То есть как-то вообще не очень он тут лежит. И к селу, и к городу. Немного не люблю вышивать вот эти рамки, потому что постоянно в них путаюсь. Но работа красивая. Очень красивая. К ней в пару у меня идет вот такая вот лейка. Эта лейка очень популярная. Многие любят. Ну и не зря, потому что, посмотрите, какая нежность. Сердечки, бабочки, цветочки. Кривая пчела такая. Да. Здесь я ошибалась несколько раз тоже. Вот в этой части. Красиво, красиво, ничего не сказать. И последняя работа на голубой бумаге, это вот такая вот садовница. Габи. Это габи. Габи. Не помню, как ее зовут. Наверное, габи. Есть у нее капуста, морковка, птичка, какая-то еще редиска. Что это здесь? И вот это то ли глициния, то ли виноград. Наверное, это глициния. Очень красивый бисер. Вообще невозможно перестать любоваться этой красотой. Такая шляпка у нее. Милейшая. Вот это, кстати, дизайн. Он очень старый и был очень редким. Снят с производства. И Милхилл его перевыпустил. Вот я очень рада. Здесь даже пуговица цивильная такая, видите, симпатичная. Я накупила много пуговиц, поэтому я буду вышивать многие дизайны подбором. Мне нравится вышивать подбором. Поэтому ничего в этом плохого не вижу. Здесь, кстати, бумага, видите, она отличается от вот этой. Она мятная больше. Мне не особо нравится цвет вот этой, но я обалдею просто от вот этой. Дальше. Хэллоуин тематика у нас идет. Вот такой вот классный дизайн. Я его обожаю. Вышивала его по остаткам. Милхилл. Я знаю, кто-то любит покупать остатки, вышивать кто-то не любит. Но если у меня будут остатки, я буду с радостью покупать и вышивать. Я буду добавлять то, что у меня есть, мне кажется. Почему нет? Хотя я помню, что вот этот набор вышел, точнее, остатки вышли дороже, чем сам набор. Потому что была какая-то очень дорогая пуговица. Она здесь такая, смотрите, интересное привидение с тыквой. У меня могут быть волосы здесь. Это волосы кота. Думаю, ничего страшного. Или волосы привидения. Вот здесь интересно то, что здесь используется нитка, которая светится в темноте. Тут луна, она подсвечивается. Вот здесь очень красивый. Вообще очень красивый дизайн. Я люблю домики. Я люблю викторианские домики. Обожаю, когда они украшены на хейлум. Это вообще-то мое самое любимое время в году. Поэтому сплошная красотень для меня. Он такой, знаете, темный, мрачный сюжет. Здесь очень красиво смотрится в синей рамке. Вот в этой тоже. Здесь очень нычится. Если цвета подходят друг к другу, да. Очень красиво выглядит. Просто супер. Супер. Надо купить мне побольше рамок, чтобы расставить всю эту красоту и любоваться. И любоваться бесконечно. Здорово. Бисер такой, знаете, серый, матовый. Вообще красотень. У меня спрашивали, как я ухаживаю за этими наборами. Потому что они могут пылиться. Я думаю, я вообще пока никак не ухаживаю. Потому что они лежат у меня. И я их постоянно трогаю. Но если в рамке, например, без стекла эта работа будет храниться. И ее же стирать нельзя. Естественно. Я не знаю даже, что с этим делать. Я просто буду, наверное, сухой тряпкой. Может, чуть-чуть влажно проходить по вышивке. И надеюсь, ничего не испортится. Потому что вот этот набор, который я вам показывала. Точнее, этот дизайн. Я его и на речку, и на озеро брала. И мокрыми руками вышивала. И он такой огромный. И, в принципе, еще даже живой. Так что ничего не испортилось. Я тут, знаете, как из сундука достаю эти дизайны. Так классно. Хочу вообще огромную-огромную ступку. Покажу вам потом через 5 лет, что я на вышиваю. А у меня столько дизайнов. Я думаю, будет суперинтересно смотреть. И скачный YouTube не закроет. Но, кстати, если закроет YouTube, я себе заведу канал на Яндекс.Дзен. Я там зарегистрировалась. Но я пока не завела канал. Меня там можно и так же, наверное. Катерина Стич. Я постараюсь везде, где буду что-либо заводить. Буду называться этим ником. Вот. Вот эта подушка. Кстати, еще не сказала. У меня есть телеграм-канал. Вдруг мы потеряемся. А я вам денег должна. Ну и шучу, конечно. Вдруг заходить со мной как-то пообщаться. Либо не потерять меня. В общем, у меня есть телеграм-канал. Тоже оставлю с рукой внизу. Проходите, если что. А если все закрою, то тогда я в канале, в телеграме скажу, где меня найти. Ну, если я зарегистрируюсь. Хотя я на Яндекс.Дзен уже есть. Так вот, надо канал открыть и выгрузить видео. В общем, вот такой вот осенний дизайн с красивенной корзиной, с умопомрачительным бантом. Бантом. Бисер шикарный. Все считают, что, ну, многие не все, но многие, что крестики на перфорной бумаге получаются кривоватыми. Я вышиваю сверху вниз, и таким образом, мне кажется, что они выглядят более-менее ровно. Вот. Очень красиво. Смотрите, какая прелесть вообще. А вообще, этот дизайн я видела выштом в подушку. Я оформила в подушку вот так, как мои котики. И это было так красиво, так красиво. Я подумала, почему я так не сделала. В принципе, он красиво выглядит и в рамке, но в подушке это просто бесподобно. Вот этот дизайн просто как будто для подушечки создан. Хотя здесь такая непонятная мешанина. Это тыква, цветы, какой-то кусочек, не знаю, колосиков. Вот это что, тоже непонятно здесь. Наверное, цветы. Вот один лист, вот второй, вот это еще что-то. Здесь, в общем, мешанина, скажу честно, но мне нравится. Имеет место быть. Дальше покажу вот этот дизайн. Вот такая вот красотка. Это котик. Котечка такая модная. Вообще, какая киска. Ну, красавица. Вообще, она такая прикольная. Цвета здесь красивые. Каблуки-то, посмотрите, какие. Даже я такие шпильки не ношу, как она носит. Парона такая, с кребенными лапами. Ой, ну вообще. Ну, клевый сюжет. Такая мне накидка. И здесь вот она таким вот интересным образом делается. Здорово. Ну, просто супер, супер. Колготки, что-то у меня такие носки, гольфы. Клевые. С умочкой. В этой сумочке у нее тыква. Классная кошечка. Очень хорошая. И еще один дизайн, последний, на перфорированной бумаге. Это вот такие котики, которые продают тыквы, птички. Очень классный дизайн. И вот эти ягоды мне... Ах, как они мне нравятся. Такие сладенькие, вкусненькие. Кошечки. Тыква, смотрите, какая классная. Вот это мне напоминает на такую толстую, большую, летающую овечку. Хотя вот это луна и здесь у нас летучие мышки. Но мне напоминает почему-то круглую овечку. Красивый такой осенний дизайн. И осенью я его всегда оформляю в рамку. Ставлю рядом вот эту подушку. И меня так радует эта экспозиция. Хотя, если честно, надо было вышивать вот эту рамку. Ну, не рамку, а вот эту работу тоже в подушку. И было бы вот такой компаньон. Но обязательно все сделаю. Все будет. С другими работами, но просто с котиками, мне кажется, было бы классно. Видите, здесь они продают тыквы. А и здесь тоже продают тыквы. Наверное, те же котики. Раз, два, три. И здесь три. Три котика. Дальше покажу вам, не отходя от кассы, еще одного котика. Еще одних котиков. Таких же продавцов. Но эта работа у меня немножко не закончена. Хотя я вам сказала, что буду показывать только законченную. Но так как она здесь лежит, покажу. Мне уже пришел и бисер, и тыква. Просто нет времени. Нет, точнее, даже нет. Нет желания все это дело завершить. В общем, есть еще вот такие котики. Это у меня такое будет трио. Видите, я люблю котиков. Ничего не могу с собой поделать. И тусы от другого котика, видите, волосы. И вот эти котики собирают ягодки. То есть яблочки. Чтобы потом их, наверное, тоже продать. А здесь классный кошак на качеле катается. Вот это у меня будет подушка. Здесь, кстати, идет очень красивый бисер матовый. Такой классный. Прям когда я его пришью, будет просто выглядеть все суперски. Видите, в принципе, на ткани вышивается легко и очень-очень красиво. Это наполнит у меня ткань 30-го каунта. Дальше покажу вам, что недавно я вышивала. Типа, вот сюда положу. Совсем недавно я вышила гусей. Это гусики. Ткань чуть засвечена, скажу. Это гусики. Хорошенькие прилетели ко мне из Франции. Кря-кря. Так. Ну, классный. Что еще сказать? Гуси, это вообще, это просто они бесподобные. Вот такая маленькая. Вот уточка идет. Два гусеночка. Это мама, сыночка, дочка. В общем, такие они клевые. Вообще просто супер. И я не хочу оформлять ее в рамку, хотя можно было бы в рамку, но я думаю, сделаю из нее подушку. Главное купить красивый задник. Хотя, если честно, у меня, по-моему, есть задник такой красивый, голубого оттенка с люрексом. Вот. И я, наверное, буду оформлять вот эту подушку, точнее, эту работу в подушку из этой ткани. Мне кажется, будет выглядеть очень классно. Немножко засвечено, но, в принципе, да ладно. Вот. Бисер здесь тут красивенный, голубой. Он просто вообще классный, классный, классный. Супер. Набор очень редкий, довольно-таки тяжело его найти. Так, дальше покажу вам еще одну осеннюю работу. Не знаю, почему я вышивала на лиде, но мне так захотелось. Это вот такой вот трак. Вообще, это была раньше моя самая любимая, вы считаете, осенняя работа после вот этих вот тыков. Я ее не оформила. Хотела в рамку. А сейчас думаю, может, в подушку оформлю. Меня немножко смущает, почему я вышла на лиде, и почему белого цвета я ее не заменила, или хотя бы чаем не покрасила. Но да ладно. Я думаю здесь доделать парочку крестиков, потому что не хочу, чтобы Аида выглядывала. И если будет оформить в рамку, то прямо до конца оформлю. Здесь есть, ну, любимая математика одна из тыквы. Такой вот красный, обалденный сарай, чучело, мелучило. Посмотрите, какая красивая, вот там кукуруза, да, рожь, ой, какая красота, тыквы, котик, и, конечно же, красивенный, красивенный трак. Кстати, это была, ну, не такой, конечно, дореволюционный, но вот первая моя машина в Америке, которую я училась водить, хотя я в России училась водить, в общем, первая машина, которую я водила в Америке, это был трак. Вот. Я такая маленькая ехала на огромном траке. Ну, было забавно. Вот, ну, я недолго на ней ездила, наверное, года пол. Ну, вот у меня тоже был вот такой вот сзади кузов. Вот, прикольный. Ну, кстати, это очень удобно, если занимаешься видами, разными видами спорта. Можно с собой вечно доски таскать на океан, либо, если зимой, то это сноуборд, лыжи и так далее подобное. Вот. Пиковки, бисер. Ой, ну, красиво, все красиво. До сих пор не знаю, как оформить. Не люблю, когда вот так вот все лежит, неоформленное, вот именно на льне. Вот, когда на бумаге, окей, но когда неоформленный льон, мне как-то грустно, я еда. Дальше покажу вам чашечку, чашечку латте. Вот. Хочется спеть чашку, кофею, я тебе бодрящего налью. Вот. Красивенная тоже работа. Я ее вышивала на чем? Я ее вышивала на пермини, милк чоколад, 30-й каунт. Как я вообще могла взять 30-й каунт, я не знаю. Вот. Ну, что-то мне в голову стукнуло. Нужно брать либо 30-й, либо 28-й. Потому что бисер здесь толкался, я его уменьшала. В общем, это была моя ошибка. Хочется, мне очень хочется сделать из них подушки, но потом, смотрю, я понимаю, они такие тематичные. Они, конечно же, нужны мне в рамке. Вот. Сейчас смотрю, я по этим работам так соскучилась. Вообще, изначально я почему-то их вышла и положила. Думаю, ну, классно, и все. И сейчас я смотрю, думаю, блин, какие они стильные. Они реально такие стильные. Если оформить какую-нибудь красивую коричневую рамку, она будет меня так радовать. Я прям соскучилась по этой работе. Ну, красота же. Вот. Я не очень люблю вышивательные пермини, но мне нравится, как выглядит оттенок милк чоколад. Вот такой коричневый, такой, ой, прям шоколад. Шоколад шоколадом. Вот. Также хорошо подойдет цвет амбар на работе Милхил. И еще одну чашку, которую я вышивала, это капучино. И вы мне многие советовали, что нужно вот эту вот бисеринку расколоть щипцами для, ну, я так понимаю, для ногтей, да, такие обычные. Бойка называется. В общем, я такая, да, да, да. И я до сих пор не сделала. Сейчас пойду и распущу, прям сразу же раскалю. Вот. Вот такая чашечка. Смотрите, какой красивый венный писер. Ой, вообще, он такой, он однотонный, но не однотонный. То есть это один цвет, но разные подтоны. Очень красивый. Это вот такая вот красивенная весенняя елка. Один из самых красивых весенних дизайнов. Шикарный, шикарный результат получается. Как вам так показать бы, чтобы не отсвечивала. Эту работу я пыталась уже оформлять, поэтому она у меня немножко тут, ведь это шпермин довольно-таки тяжело натягивать, было нитками, чтобы было аккуратно. Поэтому я эту идею отбросила. В общем, здесь вот такая елка, заяц, просто шикардосный. Посмотрите, какой у него классный хвост. Вот, котечка почему-то висит, подвешена. Цветочки, дерево, сердечки, скворечник, все, как я люблю. Эту работу, конечно, 100% надо оформить в рамку. И вот, кстати, она, мне кажется, идеально подойдет на крышку вот в этом дизайне. Точнее, вот в этой шкатулке она будет очень красиво выглядеть. Ну, мне так кажется, не знаю. Вот. Но я буду оформлять ее в рамку. Очень красиво. Ну, единственное, здесь у меня мало, видите, очень остатка, чтобы оформить. Но я думаю, хватит, если что, подошью. В принципе, ничего страшного в этом нет. И последняя работа, которую я вышивала, тоже на Пермине, недавно, по набору. Так интересно, я не могла найти набор, потом года три, наверное, и потом сразу же нашла два одинаковых набора. Ну, два я, конечно же, купила. Вот, думаю, ось кому-то пригодится. И пригодился. Даже остатки. И девушка, которая забрала у меня остатки, я это слала, она докупила пуговки, я так понимаю, еще и бисер, и тоже вышла и оформила эту работу. А я еще не оформила. И она в такую чудесную круглую деревянную рамку оформила, что мне тоже срочно понадобилось. Я тоже закажу себе. Единственное, что у нее там, по-моему, остатков побольше, и она у меня, наверное, не влезет. Я как-то там измеряла, что надо, наверное, чуть-чуть поменьше размером ее заказать. Очень красивый дизайн. Ну, что сказать. Это, это, например, какой-то сюжет. Красивенные цветочки. Смотрите, какой бисер. Здесь в цепке два вида красного бисера. Да, вот здесь и вот здесь. Пуговица. Так, это старый дизайн. Здесь, конечно, шикарная пуговица. Шикарный бисер. Смотрите, как красиво блестит. Просто вообще, придрат, даже не к чему. Видите, прекрасно прокрашено со всех сторон. Вот этот бисер красивенный. Вообще, и вот этот мне элемент нравится. В принципе, этот дизайн-то можно вышить подбором. Я думаю, тут не составит труда купить ни бисер, ни пуговица. Хотя, вот, честно, не уверена. Продаются они еще, но продаются. И ваза. Вот ваза красивая. Красивенная. В общем, очень красивый сюжет. Для меня, опять же, может кому-то тут не нравится, но я от него тащусь. Он такой прям... Он стильный. Вот есть дизайн у Милл Хилл, который вообще ни к силу, ни гордый, не очень стильный. Вот, например, я не знаю там, что. Вот этот петушок, который вышел, он не стильный. А вот этот дизайн стильный. Чашечки стильные. Ну, не знаю, это на мой такой вкус. Выглядит все красиво. Вот. В общем, вот такая красота у меня вышита. Это все дизайны, которые у меня вышиты. И что-то оформлено, что-то не оформлено. Но я думаю, через два года я пересниму это видео, если я, конечно, еще буду снимать. И посмотрим, насколько у меня увеличилась моя коллекция вышитого Милл Хилл. А я планирую вышивать его много. Вместе вышиваю где-то... Иногда вообще не вышиваю. Но, в принципе, один-два Милл Хилла у меня всегда есть. И я буду вышивать дальше, потому что я его очень люблю. Не знаю, правда, потом, куда девать, и куда все это мое добро. И вообще, почему я переживаю, когда вышиваю на бумаге, что это все недолговечно, как долго это будет храниться. И вообще, кроме меня, по-моему, это никому не нужно. Мне передать-то особого наследства некому. А вы знаете, что раньше же тоже вышивали на бумаге. И есть бумага, которая сохранилась до наших лет. И там ей по 150-200 лет. И вышивка выглядит на ней просто потрясающе. Поэтому, наверное, и смысла нет переживать то, что некоторые наборы вышиты на бумаге, тем более, если они лежат и хорошо хранятся. Но, опять же, я живу в таком месте, где потоп может быть. Поэтому целесообразнее вышивать на льне. Ну, либо на аиде, ну, либо на равномерке. Вот. Надеюсь, вы хорошо провели это время. Вместе со мной просматривали Милл Хилл. Красивенный, блестящий, такой яркий, насыщенный. И, скажу честно, что-то в этом есть. Одно время я думала, что я его все, больше никогда не буду вышивать. Милл Хилл мне надоело. А потом понимаю, что не могу без него жить. Так же, как и без Шепрс Буш и без Дименшинс. Но Дименшинс – это еще такой спорный вопрос, потому что они большие. А вот Шепр и Милл Хилл – это моих два самых любимых производителя. Их можно спокойно брать и вышивать. Вот я сейчас вам тут лежу. Лежу. Сижу, смотрю, здесь у меня рядом стоит вот этот вот мешочек. Какой же он классный. И вот эти батончики. Я, кажется, всем уже замазолила им глаза. Ну, вот они у меня тут так рядом лежат. Поэтому хочу их потискать. В общем, положить всех своих любимых производителей вместе. Вот. Такие вот штучки-дручки. Как я все это люблю. Это мне приносит такое огромное удовольствие. Передать вам не могу. Как я наговорила много. В общем, всем большое спасибо, кто посмотрел это видео. Желаю вам всего самого прекрасного, счастья, здоровья, вдохновения и время на любимую вышивку. Пока-пока. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok